Ой, глядите, вот и есть настоящий боровичок. Кто бы мог подумать, что вот в таком месте, даже среди крапивы, растет настоящий боровик. Причем определите, какой чистый. А нет, обманула это под березовик. Спортивный костюм вместо концертного, а в руках не микрофон, а лукошка. За дарами леса при своем плотном графике артистка и к тому же депутат порой успевает сходить даже между выступлениями. В любом городе и при любой погоде. Собирать грибы для Ирины Дорофеевой с детства не просто хобби, настоящая страсть. Пожалуй, это тот случай, когда человек талантлив и профессионален во всем. И папа учила, и мама, и у меня продюсер большой грибник. А кроме того, есть же много литературы, и ты просто читаешь про вкусовые качества, про их съедобность. Есть даже классификатор съедобности грибов. Носить книги на тихую охоту, конечно же, не нужно. А вот если с собой есть мобильный телефон или планшет, ориентироваться в грибах даже в лесу легко. С этой программой и самый неопытный грибник поганку в корзинку не положит. Такое приложение – своеобразная энциклопедия. Здесь есть несколько сотен разделов. Остаться живым и невредимым поможет рубрика «Ядовитые грибы». В ней описаны все 12 видов, встречающихся в Беларуси. Для узнаваемости в каждом разделе есть и фотографии, и описания. Казалось бы, сегодня информации предостаточно. К тому же, опыт белорусов на генном уровне, ведь дары леса на наших землях собирают веками. При этом до сих пор, каждый сезон, медики ожидают пациентов с отравлением грибами. Не стал исключением и нынешний. В республике зарегистрировано 50 случаев отравления грибами. Один из них с летальным исходом. Пострадал 61 человек. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городе Минске. Несмотря на цифры и статистику, меньше любителей подберезовиков, подосиновиков и паровиков в стране не становится. В Минске на Комаровском рынке сегодня ажиотаж. Все чистенько, добровольно. Если захотелось полакомиться грибным супом или жульеном, конечно же, дары леса проще купить. Тем более, что на прилавке отраву точно не найдешь. Все, что привозят сюда, проходит тщательный контроль. Пробу забираем, помещаем в прибор для дальнейшего исследования. Прибор определяет наличие цезия 137-го, который измеряется в бикерелях на килограммах. В среднем где-то полчаса это все займет. Только после продавец получит разрешение на продажу грибов. Причем схитрить, уверяют специалисты, не удастся. Проверить продукцию могут и внезапно, без предупреждения. Лаборатория выходит на ряды, оценивает визуально объем везенной продукции, виды, ассортимент, то есть наименование грибов и берет выборочный контроль. Проверять или нет, вопрос у Леонида Кулеша точно не стоит. Усераду в минулую я зарезал тут 125. Ходить треба осторожно, как сапер мой, знакомый, сказал. Вот другие, а вот третий. Все эти боровики вырастил сам на своем приусадебном участке. 30 лет назад Леонид Кулеш понял, что земля возле дома подходящая, есть мох. Тогда придумал свою технологию. Можно снять его нижнюю, вон, боровичок маленький, нижнюю участку, так называемой трубочки со спорами, размешать теплой водой и выливать на такое место, подобное до того, где он рос. Сначала в сезон срезал 10-15 боровиков. Теперь это несколько сотен. Для тех же, у кого нет собственного участка с боровиками, в Беларуси каждый сезон обновляют интерактивные карты. Самые грибные места с точными координатами добавляют сами любители тихой охоты. Уверяют, отсюда с пустой корзиной не уйдешь. Остается только найденное приготовить. Безопасность грибов, уверена Ирина Дорофеева, зависит в первую очередь от их обработки. Если сделать это качественно, то и от сбора лисичек и боровиков, и от любимых блюд можно и дальше получать удовольствие. Влада Корницкая, Михаил Христофоров и Виталий Гончарик. Наши новости ОНТ.